Хармсавич, может ли что-то резко измениться в политике России в отношении Чечни? Ведь неожиданность всегда более характерна чертой политики российской. Непредсказуемость, а не неожиданность. Непредсказуемость. Чтобы изменить отношение России к Чечне, это надо изменить всю Россию. Это не спонтанное явление. Ведь посмотрите, как готовили этот план. Уж я-то хорошо знаю, чтобы в военном отношении к Генеральному штабу, во взаимодействии с всеми ветвями власти, от Думы, Совета Федерации, исполнительной власти, правоохранительных органов, спецслужб, до вооруженных сил, спланировать такую громадину до мельчайших подробностей, на это нужны годы. И они планировались годами. Чечня — это только фактор, а далее Кавказ, а далее Балтика, далее Средняя Азия. Планировалось здесь, что Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лизгенистан, вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия должны были быть полностью под юрисдикцией с присутствием российских войск на Кавказе. Далее побережье Каспийского моря, включая Лизгенистан по периметру дайранской границы, все рабочие, потерявшие смысл и работу на Крайнем Сирии, Дальнем Востоке, на Урале, Сибири, должны были засединить сюда, изменить демографическую ситуацию, вытеснить дагестанцев с побережья и остальных с побережья Каспийского моря в горы. А далее, посмотрите, мы демонстрировали картию, спланированную в Генеральном штабе. Границы между Учечной и Дагестаном нет, включая Хунзах и Черкей, и Черкейскую ГЭС, должны были быть уничтожены авиационными, только авиационными ударами с воздуха. И Черкейская ГЭС тоже, где затапливалась огромная площадь внизу, уничтожался весь потенциал, как производственный, так и природный, и оставить кавказцев, по сути дела, без Кавказа. Таков был план. А далее Крым, заканчивалась кампания Чечне, все эти войска должны были перейти в Крым. В Литве и Белоруссии коридор в Калининградскую область, оккупированный российскими войсками, которых девать некуда. Идите туда, завоевывайте, и там ешьте, грабьте, насилуйте, убивайте, мародерствуйте, и тем проживайте. В Латвии две военно-морские базы и семь наземных военных баз на территории Латвии, оккупированные и никуда не денежные. В Эстонии Нарвенский район должен был отхвачен и оккупирован. В Средней Азии, Казахстан и Киргизстан должны быть введены в состав уже новой России, как колонии. С остальными вести войну силами Казахстана, Средней Азии, друг с другом. Вот примерно планы до конца 95-го года, которые были в России. планы.